Всем привет! С вами Юдислав Хардкоров, я основатель бренда Рейси Скутерс, это проект Рейси Техничка, это уже второй видос в этом проекте. Снимаем мы, кстати, этот видос уже второй раз. Третий видос. Да, получается третий видос, потому что первый раз мы снимали на наушнике, с ним записывали звук на наушники, у нас ничего не получилось, поэтому перезаписываем. Вот, итак, о чем это видео и что здесь делает вообще Глеб? Привет, Глеб, кстати. Меня тоже зовут. Здравствуйте, Влад. Я очень приятно вас увидеть сегодня здесь. Да, я тоже. Спасибо, что меня позвали. Меня зовут Глеб, я очень популярный ютубер, если кто-то меня не знает. У меня очень много подписчиков, вот, денег, соответственно, и писька большая. Короче, давай сразу к делу, не будем тянуть кота за яйца, ссылка на мой канал в описании, промокод в магазине Холорайт. Кикли даст тебе скидку почти на любой заказ, дай, что я вру, на любой заказ тебе даст скидку. Он представляется больше, чем я. Короче, суть видоса сегодня такова, что я хочу с очень крутым покупателем, ну, тот, который разбирается в железках, подискуссировать с точки зрения инжиниринга, прототипирования и вообще, почему маются детали. Все, что вы любите, короче. Ваши любимые темы сегодня обсудим. Только я буду отвечать как производитель, он как потребитель. Переведу сложные слова Влада. Это разработка деталей. Нет, нет, даже не так. Прототипирование это разработка деталей. Еще проще так, типа, спросим, какую деталь ломается и что вообще происходит. Согласен. Давай сразу начнем. Хочешь, ты задавай вопрос. Нет, давай, с чего я задам. Кто, мы ему уже объяснили, вот я сейчас раз техничку пытаюсь на ютубе двигать, как ты считаешь, будет ли это улучшать комьюнити или... Очень сильно в этом сомневаюсь. Смотри, школьники, такое вот есть очень популярное понятие среди учителей многих, они очень-очень злоупотребляют такую фразу, как клиповое мышление. Им просто пережуй и дай. А еще лучше, типа, просто какая-нибудь ерунда. Ну реально, убить время контент. Они не будут смотреть вот эти видосы, но те, кто будут, они очень много информации получат из этих видео. То есть ты считаешь, что дети, им лишь бы посмотреть на... Да, на что-нибудь такое, на какие-нибудь прелести там, вот. Ты можешь говорить на какие? На попу. Ну я понял. А ты не смотришь на попу? Нет. Не знаю. Я просто искренне верю в то, что это улучшит комьюнити, то, что это принесет какие-то свои плоды и пользу, и вообще, что мир станет лучше, круче, прекраснее. Я прям такой весь оптимист. Дима и антидепрессант. Ладно, мы поняли. Рейси техничка, по твоему факту, короче, не разъебет комьюнити вообще никак. Нига-ноу. Может, но не факт. Все, сворачиваем контору, выключаем камеру. Всем спасибо, всем пока, спасибо, что пришел. Я пошел, пока. Ну, что вообще потребитель ожидает, когда деталь покупает? Ты приходишь? Максимально прочную деталь хочу. Очень, очень хочу проще, чтобы она стоила 100 рублей, чтобы она не ломалась. И весила 2 грамма. Ну, а если серьезно, хочется, чтобы деталь проживала хотя бы год. Вообще, абсолютно любая, она должна жить хотя бы год, мне кажется. Ну, руль, мне кажется, должен жить, ну, больше, чем год все же. Но доска, вот как минимум, доска должна прожить год. Вот этот миф, знаешь, у автолюбителей очень сильно распространен, что все эти дефекты, которые, ну, тачки когда ломаются, все говорят, это все на заводах, дефект изначально внедряешь, чтобы, ну, производитель зарабатывал на своих деталях. В самокате такое есть? Я думаю, что 50 на 50. Типа, уже обсудили мы с тобой тему про Астек, к сожалению, там вот это вот было. Придется вот кратко как-то изложить. Смотри, бренд Астек выпускает детали, давай, например, от 666. Помнишь белую Трипл Секс? Да, первая. Вот. Первая доска 666, которая не выпустила. Да, она получилась нереально прочной, ее просто нереально было сломать. Она жила реально очень долго. Она очень сильно дала толчок бренду, и чуваки начали брать Трипл Секс. Но брать уже не эти белые, а которые вышли следующие. Джейка Сорансона, у которых стакан переделан. Переделан так, что он стал хуже. Там стал тоньше алюминий плюсом, так сказать, контактная зона, я не знаю, как это правильно, подошва у стакана стала меньше. То есть из-за этого стакан начало выламывать. Раньше его выламывало прямо вместе с доской. А здесь, наоборот, и с доски. То есть, по факту, они пропиарили вот эту вот версию Трипл Секс и сделали ее хуже, чтобы ее покупали, чтобы она ломалась, и чуваки шли, покупали снова новую. А там есть шип-пазы? Шип-пазов там нету. Да, они просто приваривают к плоскости? Это КРБУ на прошлых шестерках? Они никогда не использовали шип-пазов? Никто не использует шип-пазов. Есть. Ну, я потом покажу, мы используем. Ну, короче, на самом деле, с точки зрения производителей, я считаю, что не всегда... Чего я вообще сейчас хотел сказать? Я хотел шапку одеть, во-первых. И с точки зрения производителей, пока шапку одеваю, я говорю, что на самом деле, я лично честно говорю, что мы не закладываем дефект деталям. Вот, в принципе, я считаю, что это бред, потому что, ну, ты... Смотри, если бы дефект закладывали с завода, то каждая доска ломалась исключительно только в этом месте. Ну, я так считаю. Ну, это, конечно-таки, с досками и стеками, но так и происходит. Серийно ломается в одном и том же месте? Абсолютно. Странно, мы не закладываем лично никакого дефекта, я считаю, что это... Ну, потому что тут еще и другие есть аспекты, почему может ломаться детали, почему может происходить дефект. Как минимум, у нас была ситуация с металлом, мы как-то раз купили 6-метровую заготовку портока, с которым мы делаем детали, закупили ее, нам она приехала, мы стали проводить внутренний контроль, проверяли ее термическую обработку, проверяли мы следующим образом, мы взяли прибор, который измеряет по шкале Бринеля. Такая крутая мужик, с ним в школе учился. С Бринелем? Да. Это мой сосед. Вот, короче, кажется, мы наркоманы. Ну, короче, там такая хреновина, втулка магнитная, она присоединяется к торцу заготовки, бьется шариком, и на приборе показывается, сколько единиц твердости данной заготовки по шкале Бринеля. Твой одноклассник по его шкале. И, короче, вот нормальное количество единиц, это около 160-155 единиц. Это считается, что материал закален хорошо, круто, и его можно использовать. Но никто даже, то есть, понимаете, если ты идешь от конца к середине торца заготовки, грубо говоря, проверяешь ее по всему сечению, да, по всему сечению ее длины, а по факту это не так. Никто даже не может предположить, что с завода, с завода, прикинь, профессионального завода, где тянут металл, металл уже приезжает с дефектом, у тебя на всей длине заготовки, на всех шести метрах, разная степень закалки. Хотя она вся закаливается как бы, ну, в одной печи, и целиком сразу, и почему это происходит, непонятно. Поэтому, ну, бывают такие ситуации, что материал плохой приезжает, может в этой варке был плохой материал, или плохая сварка, тут хрен его знает. Короче, если даже и существует, ну, дефект завода, то, скорее всего, они им никто не скажут. Но мы, скажем честно, мы не закладываем дефект завода. А почему ломают детали, и как с этим жить? Ломают детали, потому что они ломаются, нет ничего вечного, блин. Ну, то есть, это вот, если мы подошли к тому, что, ну, дефект там, завода, не завода, вот ты самого деталя, как ты к этому вообще относишься? У многих истериков, даже есть люди, которые в самокат бросают из-за этого. Они такие, все, они больше не будут. Прекрасно понимаю таких людей, потому что сам год назад чуть самокат не бросил из-за этого. Потому что он много деталей сломал? У меня начали идти тричь, буквально через месяц, доски оба Рейна Нойса. Самый первый, который еще вот эта первая версия. Вот, я расстроился, потом купил Addict Revenger, откатался на ней год, ни одной тричной не появилось, я его продал за 8 тысяч, при том, что я купил ее за 6. Ты заработал? Да. То есть и перекуп? А перекупы хорошие? Ну, хорошо-то? Прекрасно. Не, перекупы, они типа не люди. Не, инопланетяне. Не коты, не кто-то друг. Не перешили анти. Давай, вопрос следующий. Вообще, какой-то, блядь, показывает свои сломанные детали? Вот, я веду бизнес сейчас, но мы покажем. Вот, я решил взять свои две рекламации, которые мне пришли. Мы, кстати, эти детали поменяли по гарантии. И решил показать. Нам, как бы, скрывать нечего, детали ломаются, и это нормально. Поэтому мы покажем. У нас гарантия, кстати, 3 месяца. Какая максимальная гарантия, не считая пожизненной? Вот, ты знаешь, там, год, два, полгода, три месяца. Я не помню. Вот раньше у кометы была пожизненная, сейчас у них, по-моему, полгода. Вот, такие вот дела. А почему? Почему, интересно, не выгодно? Точно не знаю информацию, но знаю, что школьники пытались обмануть эту гарантийную систему и ломали ее специально. Ну и поэтому кометы решили им там отомстить. Ну это, насколько я помню. Не я, если я в этом не уверен. Ну, не знаю, типа, какая выгода школьникам? Руль новой. На халяву. Нет, с тем сломанным что делать. Так, отдаешь кометы. Короче, выгоды, не понимаю, странная ситуация, но вот идеальная гарантия для тебя какая? Все-таки пожизненная гарантия. Блин, да, конечно, пожизненная. Ну, я бы тоже, если... Вообще, хорошо, если она хотя бы есть. Если она работает нормально, как в магазине Холлорайт. Допустим, ты деталь какую-нибудь зимой купишь, если на гарантии ты зимой не будешь кататься, поэтому ты пойдешь ее... Начнешь эксплуатировать где-то, наверное, в апреле. И где-то, когда она у тебя сломается в мае, если на гарантии тебе по гарантии там все поменяет. Ты же Холлорайт. Ну, на самом деле, гарантия это такая субъективная тема. Каждый бренд, каждый магазин, вообще каждый, кто занимается такой услугой, продажей деталей или их производством, он по-своему, по-разному это все дело системизирует, придумывает, делает. Ну, короче, все это устроено субъективно у всех, у всех по-разному. Допустим, я знаю, что если написать Холлорайду, если даже они вышли за срок гарантии, они там все равно тебе какую-то скидку предложат или еще там. У нас такая же ситуация, у нас даже вот если вы вышли за срок, у нас гарантии на вилке 3 месяца. Это вот минимальные гарантии, которые мы можем предложить. Точнее, максимальные гарантии, которые мы можем предложить. Но с каждым клиентом мы стараемся, у нас как бы есть программа лояльности, мы стараемся каждому клиенту помочь в той или иной ситуации. Если вы сломали вилку в срок до 3 месяцев, мы вам дадим новую. Если вы сломали вилку свыше, чем 3 месяца, допустим, через полгода, мы дадим вам там скидку 50%. Ну, если вы при условии, если вы купите деталь исключительно через наш сайт. Но как ты считаешь, скидка это приятно, или это просто отстань от нас? Скидка и не гуляй. Ну, это хотя бы лучше, чем ничего, блин. Ну, это как бы классно, да? Сваря какая скидка? Не, ну, понятное дело, что там речь идет не о 2%. Ну, 3%. Мне, например, TSI предлагали за дырку в сваре скидку, по-моему, 50%. Ну, это нормально. Ну, вот это нормальная цена. Супер. Короче, скидка это выход из ситуации. Это выход. Точно. Поэтому, ребят, не стесняйтесь, пишите, если у вас предусмотрена какая-то неприятная ситуация с поломкой детали. Кстати, вот знаешь, что еще хотел? Вот обязательно отметить. Ты в защите катаешься? Нет. Почему? Трудь, парень, нафиг защита? Охота защиты, я не понимаю. Я считаю. Я головой не бьюсь, вообще ни разу все время не ударился. Не будет у тебя таких ситуаций? Нет. Я осуждаю, на самом деле. Ну, все должны караться. Я фронтфлип учил без поролона. Ой, без шлема. Но в поролон. Ну, это в поролон что-то случится. Я просто к тому, что... Блень, башкой лбом уебешься. К тому, что все-таки мы катаемся на экстремальных самокатах, которые все время на них влияет динамическая нагрузка, и как бы она нехорошо... Да, да. Простите, это будет на экзамене? Это будет... Может, конспектируйте, пожалуйста, все, что сейчас я говорю. Конспектируйте, потом скидку на продукцию. 5%. Если конспект будет четкий от А до Я. От А до М. Отсутствует скидку. Едем на душе. Отсутствует полная скидка. Что я... Ты меня перебил. Что я говорил? Смусь. Ой. У меня проблемы с памятью. Сюда. Я как в рыбке 30 секунд. О чем я остановился, блин? Что я говорил? Что ты рассказывал? А! Короче, катайтесь в защите, потому что на все детали, динамическая нагрузка, она воздействует. Она как бы... Есть усталостная прочность. Рано или поздно деталь сломается, и фиг его знает. Вам детали об этом не скажут. На ушко типа, пс, парень, сегодня я тебе собираюсь шею сломать, поэтому... Я всегда угадываю снабсовые детали. Но не у всех такая чуйка, поэтому лучше все-таки используйте защиту, иначе может что-то случиться нехорошее. Но экстремальный спорт, он для того экстремальный. Какая для тебя идеальная деталь? Смотри. Чтобы она стоила 100 рублей, чтобы у нее была гарантия, чтобы она не ломалась, и чтобы она выглядела красиво. А как же, чтобы сама крутилась, каталась, за тебя трюки делала? Не, ну если она будет стоить 20 тысяч рублей, когда скатила, то она обязана сама крутиться, сама должна дома убираться, в школу ходить. Вот такие дела. Для меня идеальная деталь – это производительная деталь. Ты понимаешь, что такое производительная деталь? Я не понимаю. Я просто... Она будет производить тебе. Конечно, производительная деталь – это когда ее прощесть и вес, в сумме тебе приносит нормальный срок службы эксплуатации, это именно в самокате. В автомобиле сложной конструкции там еще другие аспекты на это влияют, но в самокате так. Какая будет давать тебе какой-то эффект. Да, какой-то крутой, хороший эффект. Все правильно. Поэтому я считаю, что идеальная деталь с точки зрения меня, производителя, инженера и просто крутого парня – это... Тилт Нимбус. Кто? Тилт Нимбус. Это какой-то... Ну, неймы какие-то. А, понятно. Вот это давай. Китайский аутсорсинг сейчас очень моден у всех. Как ты к нему относишься, к китайскому аутсорсингу? То есть... Смотри, я тебе... Давай кратко. Давай. Если это китайская каталожка, то это залупа. Ясен, карасен. Это логично, это понятно. Почему? Потому что я это уже 10 раз объяснял. Во-первых. Во-вторых, потому что детали делаются большими партиями. У них, конечно же, нету чуваков, которые реально катаются, которые будут тестировать. Поэтому у них максимум, на что они могут рассчитывать, это стресс-тесты. Ну, это чисто синтетика. Ну, не та синтетика, о которой вы подумали. Вот. А какой вы подумали, напишите в комментариях. Потом комменты, блядь, чисто не придется. Они будут видос, наоборот, убивать. Да? Да. Так, как там, блядь? Китайский аутсорсинг? Да. Стресс-тесты? Китайцы, они, короче, тупые. Они на самокате не катаются. Вот. Знаю только японца одного, который на самокате катается, его зовут Соги. Все. Больше никого из них узкоглазых не знаю, честно. Осуждаю. Мы не на это ищем. Ну, и я все равно осуждаю. Короче, я считаю, что китайский аутсорсинг – это… Полезно. Это… Нет, ну, смотри, какой китайский аутсорсинг. Просто у меня есть куча негативных впечатлений о китайском аутсорсинге, китайском производстве. Вообще, китайском производстве. На примере станков. В интервью у Глеба вы можете в ссылочке в описании посмотреть, что я об этом говорю. Здесь я повторяться не буду. Короче, я к Китаю очень плохо отношусь. У них ужасное качество. Нам много раз приходило оборудование, которое стоит… Многомиллионное оборудование приходило в ужасном убитом состоянии, который вообще ничего не держит. Если они… То есть, я думаю, что на самокате лучше не будет. То есть, там тоже качество хромает. Но, с другой стороны, все производители сейчас в Китае – Тилт, СТЭК там… Если ты найдешь нормальных чуваков, и ты найдешь нормального контролера технологического процесса, чувак, который будет просто контролировать китайцев. Но это должен быть не китайцы, это должен быть из твоей конторы. Именно, это человек из твоей конторы, который будет жить в Китае и контролировать их. Тогда это будет работать. Контроль качества у тебя будет. Иначе будет полная жопа. Но я считаю, что трушная тема, если ты конкретно сам… Тебя на бабки кинут. Закажешь что-нибудь. Кто на бабки? Закажешь что-нибудь, тебе на бабки кинут. по итогу это не завод какой-нибудь ну просто типа ИП ну или скамер какой-то, который бабки выводит я просто говорю, к чему? Я считаю, что трушная тема это когда ты детали делаешь сам своими руками ну не обязательно самому стоять у станка но когда ты хотя бы находишь аутсорсинговую компанию у себя в Москве, в Петербурге или сам их вообще делаешь это вообще супер трушная тема и ты можешь любой ну как бы на любом этапе технологического процесса произвести контроль своей продукции и минимизировать брак, но все равно от этого, ну этого не избежать все равно как бы ты его не контролировал все равно какой-то процент брака он будет присутствовать, это как бабки, гадалки не ходят, как говорят ну мне так мама говорит поэтому я считаю, что аутсорсинг китайский он нет согласен с тобой США вас сильно капец ты симулянт я китайский аутсорсинг, я считаю, что его нужно использовать в крайнем случае ну там дешево, да там можно сделать дешевую деталь но блин, качество там, конечно, реально с ним большие проблемы если вы мне не верите закажите сами любую деталь каталожную посмотрите на нее и не думаю, что она будет как-то сильно отличаться от других хотя, опять же говорю ну это единичный случай мое вообще впечатление, что Tilt, они как будто вообще купили там производство или астека, они просто выкупили там какую-то аутсорсинг там своя фабрика ну это уже другой разговор ну короче 50-50 это отдельная тема я бы на нее знаешь, что у Этика точно там своя фабрика прям полностью и склад они купили там да, у них полностью дешевые мощности дешевые производственные мощности в Китае очень дешевые там ну дешевые аренды дешевая рабочая сила и поэтому себе стоимость продукции выходит дешевая маленькая и таким образом они имеют большую маржинальность поэтому бизнес в Китае наверное сейчас все используют что нет маржов? маржов я думаю есть нету? нет тогда там низкая маржинальность вот очень низкая там полное отсутствие маржинальности поэтому все используют но я не одобряю я говорю вот на примере станков поэтому я вот за собственное производство это трушная тема да даже блин прото же сами делают детали ну да сейчас мало кто это сам делает поэтому напишите в комментариях а вы как относитесь? поэтому доски прото стоят 250 баксов за штук самопалуба или целиком сборя? целиком палуба сотку стакан 150 а даже больше по-моему 275 уже сколько это в бабках? я не ипу больше двадцатки 250 баксов? стоп сколько? 275 это 24 где-то так нормал ну короче я считаю что китайский аутсорсинг это как вы считаете нормальная эта тема если производитель пользуется китайским аутсорсингом пишите уже в комментариях потому что это на это однозначно ответить невозможно у всех разные мнения мнения у Gl85 что это норма моё мнение что это нет ну знаешь типа если ты сам разработал деталь и внедрил её в Китай наверное это нормально но всё же если ты делаешь сам то ты более трушный более респектовый чувак и у тебя больше возможностей но Тихо писька растет не только писька растет больше возможностей в плане контроля ты можешь живя в России ты не приедешь в Китай проконтролировать, из какого металла тебе делают, какой технологический процесс они соблюдают. То есть ты это не сможешь сделать. А в России ты встал, приехал, к себе на производство, где ты это делаешь, все это проверил, и ты спишь спокойно дальше. Ты это вообще сам делаешь и уже по факту проверяешь. Ну, если ты сам, конечно, делаешь. Нет, я говорю, ну, смотри, не обязательно же самому это делать. Ты можешь просто в России найти аутсорсинговую компанию, которая будет тебе делать, у нас тоже здесь много производства. Не обязательно самокатных, просто каких-то металлургических компаний, которые занимаются металлообработкой. Меня Влад обещал свозить куда-нибудь. Свозим. В отпуск. Покатаемся, да. Вдвоем. По факту, ты когда деталь разрабатываешь, вот отправляешь им там модель, ты разрабатывал 3D-модель, на китайское производство отправил, ты по факту технологический процесс сам-то никак не отрабатываешь. Почему в Китае работать легче? Сейчас хочу в этом видосе объяснить. Ты никаких усилий не прикладываешь, кроме логистики, своих нервов и одной 3D-модели, над которой ты там подумаешь буквально пару месяцев. Ты эту 3D-модель отправил, а дальше уже проблема китайца, как ее внедрить у себя на производстве. Ты вот эту боль не ощущаешь. Вы не представляете, насколько это больно бывает мне, моему, моей попе, когда мы внедряем деталь в России. Столько проблем, столько бывает просто разных нюансов. Ты, по сути, себя избавляешь от геморроя, это неплохо, это хорошо, но просто китайцу, думаешь, он будет сидеть и думать, а как бы избежать вот такого? Он такой, как бы это сделать побыстрее, чтобы взять другой заказ и заработать побольше денег. Поэтому, как бы, вот еще в чем качество страдает. Вот такая вот история. Все, в комментариях пишем, мы все, китайский, вот собственно, как обсудили, уходим полностью. Все, хватит, хорош, прекратили. Слушай, знаешь, какая немаловажная тема, которая касается любого чувака, ну вообще всех вот абсолютно, это спонсорство, спонсорство. Это очень больная тема для меня, потому что очень много людей пишет, привет, а можно вы, у вас есть набор в команду? Ты, одного чувака взял в команду, по моему совету. Кого? Ты взял одного чувака в команду, по моему совету. Я чувака, чуваку написал, сказал, пусть, типа пишет. Камиль? Камиль Бабай. А, да, ну круто реально. Про что говорю? Про то, что много, короче, разных чуваков пишут, говорят, я хочу там кататься за ваш бренд, пожалуйста, возьмите. И многие обижаются, когда говоришь там, ну, по большей части приходится, видишь, набор в команду закрыт, из-за того, что, ну, сам понимаешь, то, что спонсорство, это такая тема, это, то есть спонсорство, это не про то, что ты пришел к бренду, такой, мне нравится Рейси, я хочу кататься на ваших деталях, пожалуйста, дайте мне деталь бесплатно, я буду ее как-то, типа, пиарить, и при том, у меня два подписчика, ну, понятное дело, что должно быть взаимовыгодное какое-то, взаимовыгодное сотрудничество. У меня серьезный вопрос, я катаюсь за Рейси или нет? Или ты мне по приколу дал, Юлка? По приколу. Мне школьники просто спорожили. Просто по приколу дал. Отлично. Типа нет, ну ты бы... Это просто, чтобы школьники потом не писали, не думали, что я катаюсь за Хэлрай, да, за Россия, Никита Росохов так придумал. Короче, слушай, ну, ты как считаешь, вот спонсорство, ты с точки зрения, вот, ну, потребителей, как считаешь? Вот как должен происходить набор в команду? Что должен ты делать для того, чтобы попасть на спонсорство? Блин, ну, во-первых, должна быть какая-то регулярность, то есть, ты должен видосы публиковать регулярно, ты должен, ну, любить свое дело, ты не должен забивать на это дело. Ну, и как некоторые райдеры делают, которых потом выгоняют, которые потом обижаются и ноют? Не будем тыкать пальцами в этих людей? Ну, правильно говорит Глеб, на самом деле, не только нужно регулярность, но и качество. Типа, у тебя качество контента должно быть нормальной. То есть, если у тебя снято на Nokia трехпиксельное видео, где ты делаешь там какой-то трюк, и все это под какой-нибудь скрилекс, и снизу еще написано сделано бесплатно в какой-нибудь Вегасе, то, конечно, ну, спонсор подумает, чувак, извини, но нам с тобой не по пути. Поэтому должен быть качественный контент, ты должен иметь какой-то вес в этом деле, ну, ты должен иметь какую-то аудиторию. Преспектива должна быть какая-то хотя бы. Преспектива, да, то есть, по сути, это твой инвестор, люди должны понимать, за что они бабки вкладывают, почему они именно тебе их дарят. Каждая деталь, вот такая деталь, стоит денег, и если ты ее сломал, тебе дают ее бесплатно. То есть, они дают, по сути, бабки. Вот. И, ну, производитель должен понимать, за что они бабки платят. Не за то, что ты просто какой-то, ну, ты катаешься в самокате, ты что-то приносишь бренду, поэтому спонсорство, если ты хочешь быть профессионалом в этом деле, ты должен ему полностью отдаваться. Это не из серии, я два раза в день покатался, научился в Брай, и все, меня все должны взять. Это из серии, ты там ебашешь каждый божий день, ты просто просыпаешься, идешь в этот скейт-парк, как Илюха Кузьмин. Он просыпается, идет в скейт-парк, засыпает, идет в скейт-парк, после школы идет в скейт-парк, он понимает, что ты где? Я в скейт-парке, ты где? Я дома кручу самокат, тренируюсь, то есть чувак каждый день ебашит, потому что он хочет быть в этом деле профессионалом, его спонсируют, да потому что он реально как бы перспективный, поэтому я думаю, это справедливо. Так, я доем потом. Короче, поспонсорство мы объяснили, думаю, я и Глеб объяснили, что просто, короче, хочешь быть спонсор, ты ебашь, и все будет тебе хорошо, тебя заметят 100%, кто-нибудь тебя позовет, поэтому. Есть что добавить? Есть, конечно, охота. Все, подавай по-быстрому вопросу давай себе накатывай, как блиц. Какая любимая деталь? Которая не ломается. Какая любимая вилка? Кстати, реально без шуток говорю, она офигеть, как изменила мой самокат, я даже батеркап научился. Кстати, на самом деле, типа, у меня вот, ну, до этого, Илюха, он взял, поставил другую вилку, покататься, дать прикола. Он покатался на ней часто, сказал, чувак, вези Рейси, это пиздец, типа, на ней невозможно кататься. И сейчас будет, типа, да что, нет удобства вилке, на самом деле, чем вилка легче, тем, мне кажется, легче кататься самокат, что-то делать. Еще мне нравится вилка вон Рацифик, потому что она подходит под все колесо, очень универсальная. Она красивая. Но она классная. Ну, я, короче, считаю, что вилка Рейси, да, очень классная, и, ну, не потому, что я ее придумал, она реально классная, ну, судя по отзывам, она топ сейчас. Моя любимая деталь, если из ней брать, даже из вилок, мне нравится, вообще, любую деталь Астеку Азина, мне нравится. Мне бренд Астек в целом нравится, хорошо они делают. Да, я тоже люблю долбиться в жопу, почему-то. Да, я люблю Астек. Хотел бы выпустить свою деталь? Не вижу смысла, конкуренция на рынке вообще бешен. Да нет, ты, по-моему, занял последнюю нишу. По приколу бы. Понимаешь, когда я нагребу бабок, чтобы выпускать какие-то свои детали, уже другой бренд придется. Вот именно. Оно бессмысленно. Либо новый бренд появится, либо чуваки какие-нибудь начнут завозить детали в Россию, либо и то, и то. Как думаешь, сколько надо на старт, чтобы делать детали? Сколько нужно бабок? Даже через китайскую. Какая именно деталь? Ну, ну, двилка. Чего, давай. Пол мульта. На старт? Ну, хотя бы пол мульта. Да нет, венчатом. Короче, ты не хотел бы выпустить свою деталь. Хотел бы, но не успею. просто нужно думать на... Да нет, это же не проблема, это просто кататься на своей вилке, попрековаться, делать что-нибудь отфрезеровать. Блин, конечно, кто такого не хочет? Что думаешь за карбан? Хой тайбан. Очень крутая и перспективная. Это же не доска, которая находится в конце самоката, которая вращается. Это руль. По факту, самокат будет отлично заплассирован с карбоновым рулем. И вес, в принципе, в два раза. Даже, ну да, в два раза легче, чем титан. Классная вещь, вообще совершенно прочная. Сломать такое будет сложно, если вы не тупой пиздюк и не любите стучать вот так вот об угол своим рулем, то, конечно, у вас чуть-чуть сломается. Ой. Вот так вот. Тоже может стучать, потому что там грипсы вот. Да. Ну, короче, это очень дорогая хрень. Ты прикинь, сколько она стоит. Просто 30 тысяч рублей ты должен отдать за руль. там 20 тысяч рублей, условно говоря. Двадцатку ты просто меньше не получится. Дорогая технология, ну, прям реально дорогучая. Карбон 5 тысяч рублей квадратный метр стоит. Очень дорогая тема. Поэтому, ну, то есть, с точки зрения... Чувак, у пиздюков сейчас в кармане телефоны дороже. Думаешь? Ну, блядь. Думаешь, типа... Если, чувак, может дать 15 тысяч себе за телефон, то... 15 тысяч? У них, блядь, самокаты стоят два раза дешевле, чем этот руль. Ну, короче, я считаю, что с карбоном... Будущее, да, очень классный руль. Давай переведем к следующей детали. А, стоп. Мы же про карбон. Да. Я к тому, что, типа, карбон он понял. Ну, короче, он... Это очень сложная технология. Допустим, у нас он, короче, немножко поломался в конце... Мы неправильно зажали руль, мы не запрессовались за еще и втулку и поэтому он сломался. На самом деле, это очень проще... Зева Аква Тью? Зева Аква Тью? Туга. От туалетной бумаги. Она, вообще-то, растворяется, если ее смыть. Понял? Да. Короче, сюда ее запрессуешь, Зева Аква Тью, то все будет нормально. Мы это не учли. Мы еще взяли СКС, который был с острой кромкой, и острой кромкой просто разрезал карбон и уничтожил его. На самом деле, это очень прочная штука. Сейчас мы сюда запрессуем втулку, проточим нормальный СКС ВМХ. Снюс. Скейт или вонборд? Мама. Андрей или Кирилл? Кирилл. Бартвист или Барвип? Бартвист. Стрит или парк? Мама. Универсал. 64% стрит, 85% парк. Четыре... Ой, три года назад пусники так делают. Так никто уже не делает. Уже давно такого нет. Уже просто либо ты, короче, нормальный, либо ты паркер. Ну, я паркер. Питер. Да. Он самый. Айфон или на Самсунг? Китай или Россия? Украина. Ой. Финляндия. Айфон или Самсунг? Айфон. Тэшка или ушка? Хьюрайт или Доскишоп? Хьюрайт. Скидка там у тебя есть? А? Промокод есть? Да. Какой? Кикля даст тебе скидку на любой заказ в магазине Хьюрайт. В принципе, вы можете купить гайку и получить скидку. По моему промокоду гайка будет стоить не 10, а 9,5. Кикля вообще сдохла нахуй. Ты думаешь, что Рискутер много зарабатывает? Я тоже так думаю. Я знаю. Я знаю. Костя много зарабатывает. Он пиздец какой. Крутой чувак. По моему мнению, самый топовый какой материал сейчас? 75, 61, AMG 63. Это машина такая. А, да, кстати. Есть такой материал еще. AMG тоже. Он... А правда Mercedes за AMG делают? Хуй знает, хуй знает. Мне нравится 6000 алюминий. 6000? Он мягенький, классно отрабатывает. А мне 7000. Мне кажется, типа... Ну, в моих условиях просто другой... Да, в жопу долобиться-то классно. Ну, да. А что, нет? Ну, да. 7000 ты просто... Ну, помнишь, 6000-ый, к сожалению, в его курсе с 6000-ого не сделаешь. Или, к счастью, просто он, ну, как бы маленький предел прочности, она просто сразу сломается. Маленькая точная стенка для 661 смарт. Поэтому 7500, 775, one love. Все. Хватит трогать. Ебать мягенько. Да я мягенько. Так, понятно. Все время как-то трогать. Все, короче, чуваки, на самом деле вот такой получился подкаст. Это был тоже экспериментальный видос. Я ни разу не делал в стиле подкаста. Мы с вами вот здесь вот деталей наложили. Не просто так, на самом деле. Здесь мы наложили детали для того, для того, чтобы это все рассказать в интервью у... Глеба из Кегли. Да, Глеба из Кегли. Поматная паста. Все, что лежит в выпуске, сейчас посмотрите у него на канале. Ссылочка в описании. Просто переходи, посмотри. Ставь класс, пиши комментарий, ставь колокольчик. Если тебе понравилась данная рубрика, пиши... Я все время шугаюсь его, мне зажигал, когда я ехал. Короче, пиши комментарий, если тебе понравилось. Если не понравилось, тоже пиши. Мы с вами прощаемся. Следующее видео будет через неделю. Спасибо, Глеб, что пришел. Я ушел. А, в смысле? Уходите уже? Да. Чувак, а ты меня хотя бы домой отвезешь? Нет. Нет.